Маленький Андрюша в свои юные годы мужественно борется со страшной болезнью. Опухоль ствола головного мозга. Диагноз, поставленный мальчику, требует безотлагательного медицинского вмешательства. Каждая минута промедления играет против него. За помощью мамы-малыша Сазонова Олеся обратилась к главе региона. Общими усилиями Сергея Морозова и Екатерины Смороды, уполномоченной по правам ребёнка в Ульяновской области, Андрюшу удалось спасти. Хочу выразить огромную благодарность нашему Сергею Ивановичу Морозову в том, что вместе с Екатериной Вячеславовной, в том, что они в самый тяжёлый для меня момент, они меня не бросили. Даже я обратилась в субботу вечером, они даже в выходные свои отложили дела, и мне помогли моему ребёнку попасть в Москву на те процедуры, которые нам были жизненно необходимы на тот момент. К сожалению, Андрюша не единственный ребёнок в регионе, который борется с тяжёлым диагнозом. Больше ста детей нуждаются в дорогостоящих операциях, в постоянном наблюдении врачей. Оплатить курс лечения родителям не по карману. Суммы превышают несколько десятков, а порой и сотен миллионов рублей. По распоряжению президента Российской Федерации было решено создать специальный фонд «Круг добра» для финансирования лечения детей с редкими заболеваниями. Инициативу поддержал губернатор Ульяновской области. На учредительном собрании рассмотрели все подводные камни и план работы. Фонд, которому детки со спинально-мышечной атрофией, с другими орфанными заболеваниями, я очень надеюсь, мы все очень надеемся, родители, с которыми мы общались, очень надеются, уже совсем скоро, в жизненно необходимые им сроки начнут получать долгожданные препараты. А это не просто лекарство. Спинальная мышечная атрофия – заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующее движение мышц. Блезный эпидермолиз – так называемая болезнь бабочки. Заболевание, делающее кожный покров ребенка гиперчувствительным даже к незначительным контактам. Ежегодно такие приговоры врачи выносят десяткам малышей. На сегодняшний день мы знаем, что будет решаться проблема детей со спинально-мышечной атрофией. Это дорогостоящее лечение от 50 миллионов рублей и выше на один курс лечения, который составляет один год примерно. И мы понимаем, что это просто неподъемная ноша для тех семей, которые сталкиваются с этой проблемой. Значение фонда в жизни семьи, где живут детки с орфанными заболеваниями, переоценить сложно. Мама Коли Ермолаева Татьяна поделилась с нашей съемочной группой истории болезни своего сына. Чтобы достать необходимый для спасения мальчика препарат, женщине пришлось преодолеть и судебные разбирательства, и долгие месяцы ожидания. Лекарство Татьяна получила, однако его хватило на два месяца. С ноября маленький Коля не получает надлежащее лечение. И вот здесь как раз региональный фонд – это просто чудо, счастье, наша огромная надежда, потому что сегодня Сергей Иванович дает нам понять, что на тот период, пока решаются большие глобальные вопросы на федеральном уровне, будет поддержка из регионального фонда, и сын сможет ходить, двигаться, жить полноценной жизнью. Предварительно региональный благотворительный фонд начнет свою работу с середины весны. На конец апреля, начало мая родители больных детишек уже будут знать номер телефона, детали обращения. Будет и номер телефона, уже будет соответствующий сайт, будут и другие информационные источники, через которые можно будет получить информацию, куда обратиться и с чем обратиться. Но принцип работы данной организации будет минимум бюрократических процедур, максимум внимания, адресный подход и комплексная индивидуальная работа с каждым конкретным случаем. На совещании затронули и другие не менее важные темы, касающиеся благополучия детей. Помощь детям-сиротам, обеспечение их жильем и пропитанием, психологическая помощь для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сейчас, когда дети наиболее подвержены влиянию социальных сетей, особенно важно уделять им больше внимания и заботы. Меня, наверное, как-то волнует ещё здоровье моральное. Вот тот балаган, который был направлен на детей в прошлую субботу, вот этот бред, свидетель у которого я был, я видел то, что двигался по этой улице Гончарова, вот крайне возмущение просто абсолютное. Берегите себя и своих детей. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Уллправды ТВ.